МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Пермь и РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Высокие гости. С рабочим визитом Пермь посетили вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минпрома Денис Мантуров. Бюджет благоустройства, тарифы на проезд. В Краевом центре состоялось пленарное заседание Городской думы. И региональные власти могут лишить права вводить дополнительные ограничения торговли алкогольными напитками. В Перми сегодня должно было состояться заседание Госсовета. Мероприятие, на котором ожидали визита президента страны. Распоряжение о проведении в Краевом центре заседания в резидиуме Владимир Путин подписал 21 ноября. Позже на официальном сайте Кремля появилась информация, что во вторник глава государства встречается в Москве с Королем Иорданией. В Пермь прибыли чиновники, курирующие импортозамещение. Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович и министр промышленности Денис Мантуров. Впервые в стране Пермский край подписал с промышленными компаниями специальные инвестиционные контракты. Для Лысинского металлургического завода это возможность не только нарастить производство, но и улучшить жизнь в родном городе, говорят руководители предприятия. Мы в этот проект вошли в 2013 году. Он для нас очень важен, поскольку направлен на практически троекратное увеличение объемов производства Лысинского металлургического завода. Очень значительное улучшение финансо-экономических показателей, на создание более тысячи рабочих мест, ну и, соответственно, на серьезное пополнение муниципального бюджета. Специнвестконтракты с тремя промышленными компаниями Протон-ПМ, Лысинский металлургический завод и Содохлорад подписаны главой края в присутствии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Главная цель контракта – снижение налоговой нагрузки и стимулирование инвестиционной активности бизнеса. Это дает гарантии инвестору, что не будут меняться правила игры в части региональных налогов. Что касается налога на имущество, именно региональные части, она обнуляется. Что касается налога на прибыль, при сегодняшних возможностях региона, он снижается до 13,5%. В рамках спецконтракта инвестор обязуется вкладывать в развитие производства, создавать новые мощности и рабочие места. Вторая сторона, которой может выступать любой субъект Федерации, обязуется стимулировать деятельность в сфере промышленности. Вот эти три проекта, специнвестконтракта, для нас это 40 миллиардов инвестиций в экономику Пермского края, для нас это почти 2000 рабочих мест и это 20 миллиардов налогов. Причем, правильно сказал Денис Валентинович, что мы первые из региональных органов власти, кто подписал, но я скажу, что мы первые среди муниципальных. Вся вертикаль стимулирования инвестора, она сегодня здесь представлена. Помимо федерального министра промышленности, Пермь посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Он принял участие в церемонии запуска самого масштабного в России комплекса по переработке нефтяных остатков. Ввод нового комплекса позволит предприятию перейти на безмазутную схему переработки нефти, что увеличит глубину переработки на 98%. Внимание! Старт! Подача пара в систему. С открытием этого комплекса объемы и уровень производства самой высококачественной современной продукции стал таким, что мы становимся мировыми лидерами сразу по нескольким направлениям, в том числе производством сматочных масел. Также в рамках своего визита глава Минпромторга России посетил производственные площадки Пермского моторного завода и авиадвигателя. Федеральный министр провел совещание по вопросу развития в Прикамьях двигателестроения. Совещание поможет оказать содействие в решении вопросов федерального значения. В Перми состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. Основными вопросами повестки, как и предполагалось, стали бюджет благоустройства и тарифы на проезд в транспорте. А о 55-м заседании городских законодателей далее. В ходе очередного пленарного заседания депутаты рассмотрели вопросы государственно-частного партнерства, обсудили план приватизации муниципального имущества на ближайшую трехлетку и утвердили проект бюджета Перми на период 2016-2018 годы. Главный финансовый документ города получился бездефицитный, составлен на основе 24 муниципальных программ, традиционно социально ориентирован. Более 60% расходов будет направлено на эту сферу. При этом мы увеличиваем по сравнению с текущим годом инвестиционные расходы с 2,5 млрд до 3,2 млрд. Важнейшее приоритетное направление это выполнение майских указов президента. В трехлетнем бюджете запланировано более 2,5 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья, более миллиарда рублей на приобретение дошкольных образовательных учреждений. Еще один вопрос, который рассмотрели народные избранники, касался изменения методики расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Департамент дорог и транспорт администрации Перми внес предложение ввести поправочный коэффициент на маршрутах общественного транспорта, где средняя скорость не более 20 км в час. Коэффициент будет зависеть от частоты остановок автобуса. Расход топлива будет влиять на тариф и, следовательно, на субсидии перевозчикам. Вот той информации, которая была предоставлена сегодня для рассмотрения на городской думе, ее оказалось недостаточно для принятия решения. Кроме того, в новый тариф, не в новый тариф, а в новую методику включается дополнительно 3% на общихозяйственные расходы, для того, чтобы у нас в городе заработала система электронного учета пассажиропотока. Как итог, депутаты рекомендовали комитету по экономическому развитию администрации Перми методику доработать ко второму чтению, которое состоится в декабре. Дождь и гололед в Перми принес жителям череду неожиданных и не очень приятных сюрпризов. Кроме массовых аварий на дорогах, увеличилось и число обратившихся в травмпункты. Резкое потепление в Перми началось с обильных снегопадов, перешедших в дождь. В результате на дорогах и тротуарах образовался гололед. Уже с самого утра многочисленные аварии парализовали дорожное движение. В непростых условиях оказались и пешеходы. Падение при таком ледяном покрытии тротуаров просто не избежать. По словам главного врача травмпункта Мотовелихинского района, количество посетителей по сравнению с выходными увеличилось в три раза. Изменилась структура повреждений, и много больше стало повреждений тяжелых. Только стационар 4-й горбольницы, за вчерашний день мы направили 6 человек с переломами верхних и нижних конечных тяжелых. И в структуре пациентов, которые оказывают помощь непосредственно в тротуарах, также значительно увеличилось количество переломов лучевых костей, переломов лодыжек, переломов ребер и травм головы. Как уберечься от падения в такую погоду, универсальных советов специалисты не берутся давать. Ведь падение происходит, как правило, неожиданно. Здесь помогут только собственные находки. Ну, одела обувь самую нескользкую, и иду очень осторожно. А вчера студент помог, проводил, шли с ним под ручку из корпуса в корпус, довели друг друга. Осторожно иду по краешку, а там эти не очень помогают, профилактика. Надо раньше хоть посыпали песочком. Хожу как пингвинчик. Ну, разве что удобно ову покупать, у которой устойчивая платформа. Ну, и резьба на бодоши. Вот. Или песочком ходить, посыпать самому. Пострадали от гололеда и пассажиры самолетов Пермского аэропорта, рейсы которых задержали из-за наледи на взлетно-посадочной полосе. Однако, по прогнозам синоптиков, потепление в Перми кратковременное. И уже в среду столбик термометра опустится до минусовых показателей. Наталья Попова, Тимофей Салов, Перм, РБК. Региональные власти могут лишить права вводить дополнительные ограничения торговли алкогольными напитками, вводить сухой закон, сокращать время продажи или запрещать продажу отдельных видов напитков. Такие предложения содержатся в докладе Федеральной антимонопольной службы. Федеральная антимонопольная служба аргументирует свое предложение тем, что дополнительные запреты не снижают алкоголизацию населения. Практику введения региональными властями дополнительных ограничений на алкогольном рынке называют несостоятельной. Ведомстве отмечают, что на сегодня в стране существует 85 субъектов Российской Федерации с различными законами для бизнеса на одном и том же рынке. И это говорит в поддержку вывода о том, что у регионов стоит отнять полномочия по алкогольному регулированию. В документе уточняется, что изменения должны быть закреплены поправками в закон о государственном регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции. В настоящее время проект доклада проходит доработку на основе предложений, полученных от членов экспертного совета. Между тем, у этих предложений есть и противники. В частности, против подобных изменений в законодательство высказался глава Кировской области Никита Белых. В Перми запретили торговать алкоголем через интернет. Соответствующее решение по запросу краевой прокуратуры принял Ленинский районный суд. Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки по соблюдению законодательства, регламентирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Было установлено, что в сети интернет широко практикуется размещение объявлений о незаконной дистанционной продаже алкоголя, его доставке, в том числе в ночное время. Контролирующий орган выявил семь сайтов. Решением суда требования прокурора края удовлетворены в полном объеме. В настоящее время Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций на основании указанного решения суда доступ к интернет-сайтам, посредством которых в ночное время дистанционным способом реализовывалась алкогольная продукция, ограничила. Это уже не первый случай, когда продавцы алкоголя сталкиваются с той или иной проблемой в реализации своей продукции. Отметим и решение о запрете торговать алкоголем в зданиях исторической постройки, вблизи школ и детских учреждений, а также в определенные праздничные дни. Продавцы неоднократно обращались за защитой своих прав к региональному бизнес-амбудсмену, который призывает быть внимательнее в принимаемых властью решениях. Деятельность предпринимателя, она зависит от правового регулирования. Зависит очень сильно. Зависит, есть бизнес-нет, опять же, есть рабочие места-нет. И вот мне кажется, что здесь любые действия власти, они должны сначала быть просчитаны. Отметим также, что согласно недавнему рейтингу трезвости регионов России, наш край занял одно из неблагополучных мест. Прикамья стала 64-м субъектом Российской Федерации, пропустив вперед себя по различным показателям лишь районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Андрей Вылежнев, Дмитрий Маклогин, Пермь НРБК. Российские представители сильного пола сегодня не готовы уходить в декретный отпуск. К такому выводу пришли специалисты портала Суперджоп. Такой низкий показатель обусловлен особенностями российского общества и экономической турбулентностью, считают эксперты. По данным портала, в последнее время декретный отпуск брало очень небольшое количество российских мужчин. В ходе исследования было опрошено 1600 человек из 271 населенного пункта. Из этого количества респондентов лишь 2% оказались представителями сильного пола, которые уходили в декрет. На вопрос, можете ли вы предположить ситуацию, когда отпуск по уходу за ребенком будет брать не ваша жена, а вы из 600 респондентов только 12% мужчин дали ответ, скорее да, такое вполне возможно. 27% респондентов на этот вопрос ответили, конечно, да, если это будет необходимо. По мнению экспертов, традиционно мужчины в России зарабатывают больше, чем женщины, и получать выплаты по декрету невыгодно. Сегодня большинство мужчин плохо себя представляют нянькой. Такое положение вещей обусловлено экономической ситуацией, традициями и естественными причинами. К слову, на прошлой неделе основатель социальной сети Facebook Марк Сукерберг объявил, что намерен на время отойти от дел. Он объявил, что собирается взять отпуск по уходу за ребенком, который скоро должен появиться на свет. При этом он сослался на данные научных исследований, по которым решения работающих родителей посвятить время новорожденным детям благотворно влияет как на ребенка, так и на семью в целом. И это была вся информация выпуска. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова